На электрификацию железнодорожного сообщения Латвия с Делцельш планирует получить из европейских фондов 400 миллионов латов. До 2020 года предполагается, что будут обновлены и построены новые сети, которые позволят продлить маршрут электропоездов до Дагублса. В четверг в городе состоялось публичное обсуждение данного проекта, которое, по мнению представителей Латвийской железной дороги, принесет жителям страны только одни плюсы. Это общий прогресс, модернизация, замена устаревших дизельных тепловозов на электровозы в современную мощную, не загрязняющую среду. Они, кстати, даже и витиши, и вибрации меньше. Так что это с точки зрения влияния на окружающую среду полностью положительный проект. Однако оптимизм Латвийской железной дороги разделяют не все. По мнению экспертов, все эти новшества повлекут за собой и новые расходы для предприятий. Например, для ЛДЗ «Карго», которая сегодня обеспечивает 75% грузоперевозок по Латвии. В результате электрификации железной дороги им придется поменять подвижной состав, а на это потребуется почти полмиллиарда латов. Но авторов проекта это не пугает. Заменив локомотивы, можно будет сэкономить на горючем, и на эти деньги произвести закупку новых тепловозов, утверждают они. В ходе обсуждения речь шла и о покупке латвийской железной дорогой земельных участков, принадлежащих частникам. В масштабе всей Латвии речь идет о максимуме гектаров 10. То есть этот проект относительно своего масштаба затрагивает непринадлежащие самой железной дороге землю минимально. По всей Латвии 135 владельцев земли. По какой цене планируется приобрести земельные участки – тоже коммерческая тайна. Но, как отметил Валдес Фелбекс, переговоры с владельцами недвижимости уже ведутся. Кстати, на территории нашего региона будет построена только одна подстанция – около железнодорожной станции Шкира-Тава. До 28 ноября у жителей Латгали есть возможность повлиять на реализацию данного проекта, отправив свои предложения заказчику Латвийской железной дороги.